Лена. Владимирская Лена. Красавица. Лена, 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 успокойся. Чего-то одичала. Высокая, мощная кобыла. Интересная. Еще гармония, першеронка. Тоже хорошая кобылежка. Хорошая будет матка, дай бог. Экстерьерная. Подружка Ленина, да, Лена? Лена, умница. Лена, умница. Высокая кобыла. Опа. Гром, сын графа пришел. Как давно мы с тобой не виделись, да? Гром. 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 Горбоносый Владимир. Махноногий. Мамку догоняем уже, да? Владимир, Владимир. Хороший Владимир. Лена, хорошая мама. Хорошие мои девочки. Чего гармония? Погладить тебя тоже надо. Чи моя умница? Красавица ты моя воронушка. Не хочешь? Не хочешь? Так. Ух ты. Гармония. Ты у нас уже... Ты у нас уже... Флориду догоняешь? Так. Кто у нас здесь? Флорида стоит у нас здесь. Да. Это у нас... Это у нас аминка. Это у нас двойняшки. Аминка. Так. Эта попка торчит евро. Ха! Ты грамм. Громила ты мой, громила. Громила ты мой, громила. Ленуська. Лена. Косавелла. Так. Это кто у нас здесь? Алмаз? Или буцефал? Так. Это у нас Флорида. Это у нас... Это у нас алмаз, наверное. Вот видите, как бы у них задние ножки. Вот копытца, да, белая? И второе копытце белое. Вот они братья. Вот они братья. Они, видите, идентичны. У них отец один. Першерон. Матери Владимирки. Матери, кстати, сестры. А отец один. Представляете? Вот они идентичны. Они ростом, все. Габаритами. Вот это вот первый буцефал. Вот это вот алмаз. У буцефала такой месяц на лбу. Месяц на лбу красивый. Такой четкий месяц, полумесяц. Вот когда молодой, такой красивый, тоненький. Алмаз весь вороной. Чего гром? Вот. И как бы я подумаю, конечно. У кого-то из них, наверное, я... Кем-то из них... У них, видите, по генетике они оба совершенно одинаковы по материнской стороне, по отцовской стороне. Ну, каким-то из этих жеребчиков я буду покрывать вот эту вот кабулу. Ну, в планах у меня вот стоит. Попка торчит. Флорида. Ее... Ну, Лену могу тоже... Лену могу тоже покрыть. Вот этого гиганта. Представляете? Вот она у меня, першеронка. Йота. Самая большая. Не только в Табуне, а в округе. Ну, просто огромная кобыла. Просто огромная кобыла. Вот. У нее... Ну, как, не то, что есть и вообще больше, конечно. Ну, 175 в холке. Это... Это очень даже, очень даже интересно. Да? Йота. 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 Она, даже знаете, она даже иногда пользуется, что она такая мощная. Как бы она сносит некоторых у тебя, у себя с пути. Вот. Лена 170. Йота. Йота у меня в этом году покрыта БТРом. БТРом. Дай бог, буду от БТРа жеребчика ждать. Ну, жеребеночка, точнее. А БТР, получается, по отцу брат Лены. Вот. У них отец один, Лемех. Вот. У Лены отец. У Флориды. У Невады. У Евры. У Динары. У них отец Лемех. А вот она, Динара, кстати, стоит. Ну, кстати, Динара тоже высокая кобыла. Она тоже... Вот сейчас уже 172 в холке. В холке. Я вот как бы... Поэтому как бы мелких кобыл-то убрал. Ну, по возможности всех, да? Чё громила? Чё громила? Чё громила? А, чё громила. Вот даже вот стоит. Вот попка у неё торчит. Вот повернула лысая. Она Владимирка, отец. А мать русская. Ну, она низкая мне. Как бы для моего маточного состава она низкая. Я её убрал. Ну, продал. Вот. И на данный момент вот молоденькие кобылки все, да? Молоденькие кобылки, они все... Все параметры у них... Параметры... Рост в холке у всех 170 и превышает. Я как бы к этому и веду, чтобы у меня высокие кобылы были. Потом под высоких кобыл я высокого жреца привезу, дай бог. Опа! А что у тебя с хвостом-то? Это же кто у нас? Мира? Мира! Что у тебя с хвостом-то? Это вот орловка Миранда. Орловка. Да? Ну, она такая, знаете, она забракованная как бы орловка. У неё рысь некрасивая. Такая вялая какая-то. Хвост, видать, лед был. Наверное, да. Ну, я её как бы держу, вот эту орловку. Только из-за того, что как бы она такая кобылка. Хоть она молоденькая, четыре годика ей, но она молочная. Она вот дала уже трёх жребят. А, нет, четыре, да, четыре-пятый год пошёл. Трёх жребят она. И, как бы, они такие все. Благодаря её молока. Насыщенному, видать, плотному питательному молоку. Уже ребята такие, достаточно такие интересные. Так, это у нас кто? Вот они, красавцы стоят. Жребцы автобуни. Два жребца автобуни. Блондин и Огонёк. Огонько за десять уже перешагнуло. Блондину восемь лет. То есть, с лучной сезона они ходят поочерёдно в табуне, а с конца лета, когда с лучной сезон заканчивается, мы их выпускаем вместе. Этот Огонёк мне нравится, он табун хорошо держит. Вообще, чётко за табуном следит. Ну, он взрослой, потому что. А этот Блондин, он как бы такой. Ну, как же рыбец. Динара. Динара вот. Да, хорошая как была у меня Динара. Высокая, мощная. Она в этом году не покрылась. В этом году не покрылась. Ну и пусть растёт. Ать красотка. Ать красотка пришла. Ать она красоточка пришла. Красотка это русский тяжик. Русский тяжик. Русский тяжик. Одна из сестёр двойняжек. Они у нас двойняшки, да? Двойняшки. Эх, почему двойняшки называю? Потому что они не близняшки. Видите, такая нарядная. Коленные суставы, мощная грудь. Тоже воронушка у меня как матка останется. А сестра её, сестра, у неё на мордочке пятнышко и ножка беленькая. Вот. Опа. Вот Владида идёт. Владида вот она. Мощная. Широкая, длинная кабала. Вот так. Вот так вот. Вот она красотка пошла. Видите? Такая интересненькая тоже. Ну и нарядная воронушка тем более. И нарядненькая. Так. Дальше пойдём. Опа. Майя там стоит у забора у стены. Майя у стены стоит. Русская. Тоже шикарная кабала. Молочная. И ребята это хорошее. И молочная. То есть за счёт её хорошей удойности, скажем так, да. Молоко питательное. Ребята хорошо растут. Развивается. Да, Флори? Флоридка она у нас диковатая. Диковатая Флорида. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Ну, 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 ну. Чё вы? Ну, они когда вот так вот начинаешь их закрывать, они как бы злые. Злые такие становятся. На воле-то, конечно, они привыкли. Так, вот прогулка сегодня. Среди лошадок. Среди лошадок прогулка. Угу. Так, вот такой небольшой видео обзор решил сделать. Посмотреть, показать вам лошадок, да. О, вот Фатьма там у нас стоит, тоже наелась уже. О, карат. Карат. Тоже интересный жеребчик. Тоже интересный жеребчик. О, я, как бы, видите, как говорю, да, интересный. Ну, интересный для меня, как бы, есть такие моменты, скажем так. Ммм, ну, отбор, отбор такой, допустим. Маточный состав я высоких кобыл, да, собираю, чтобы у меня были кобылы идентичные друг другу. 170 это край, высота. Выше, как говорится, приветствуется. Минимум 170 в холке, потому что жеребец в дальнейшем планируется весной приобретаться, дай бог. Ну, конечно же, видео покажу. Надеюсь, будет выше. Я в поисках жеребцов, таких как Шайры, Владимир со Шайрами, поместные такие. Брабансон, Пельгийц, да. Вот. Литовец возможен. Такой есть небольшой, у меня план экспериментальный. План эксперимента хочу провести по покрытию. Все эксперименты, конечно, уже давно-давно проведены. Ну, я для себя, как бы, есть у меня определенная группа маток, которые запланированы. В дальнейшем с ними хочу поработать. Вот именно в этом селекционном моменте. как, что получится, там уже, как бы, будем смотреть, как говорится. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот, друзья. Вот такой вот обзор прогулок. Среди лошадей, скажем так, вечерняя. Вот так вот. Вот так вот.